Особое мнение на 101FM В Кирове 13.07 начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии Сергею Мамаеву, руководителю фракции КПРФ в законодательном собрании, первому секретарю Кировского обкома КПРФ и помощнику Геннадия Зюганова. Все верно, да? Сергей Павлинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, мы с небольшого анонса. Я напоминаю, что вопросы гостю задаем не только мы, задают их и слушатели на нашем сайте хакирова.ру через форму анонсов. Вопросы есть, и сейчас мы к ним обратимся. Напоминаю слушателям, что на нашем сайте хакирова.ру по окончании рабочего дня также появляются аудио- и видеозаписи наших программ. То есть сегодня вечером нашу беседу с Сергеем Павлиновичем вы там найдете, а через какое-то непродолжительное время можно будет почитать и расшифровку особого мнения. Пожалуйста, обращайтесь. Не только сегодняшняя, но и предыдущую программу там выложены. Можно почитать, если вы не очень любите слушать. Ну, начнем, да, с вопросов сразу же. Вопрос от Владимира. Сергей Павлинович, почему вы не были на пленарном заседании, где обсуждался вопрос повышения пенсионного возраста? Это и минувший четверг. Я напомню, депутаты законодательного собрания Кировской области большинством голосов дали положительный отзыв на готовящуюся пенсионную реформу. Причем по самому жесткому сценарию коммунисты, представители ЛДПР и «Справедливая Россия» выступали против. Противников было 14 против, 31 из «Единой России». Но вот вашего голоса я не нашла. У меня тоже такой вопрос. Почему вы не голосовали? В среду я был, в общем-то, в командировке, был вызван в Москву, в Государственную Думу, так как был в прошлом создавшись в шестом депутатом Государственной Думы и внес достаточно много законопроектов, которые сегодня, в принципе, лежат на повестке дня и, в общем-то, поэтапно в план Государственной Думы включается. Поэтому есть телеграмма с законодательным собранием правительственной. Я не знаю, за подписью кого, или первого заместителя, или самого Володина. Там был круглый стол, и плюс вопросы обсуждались коррупционной составляющей. Поэтому я не сбежал, и я не уходил от этого. Да где-то во вторник, в общем-то, Быков собирал все четыре фракции, где я категорически выступил против данного законопроекта, который внес Дмитрий Медведев на рассмотрение депутатов Государственной Думы и, в общем-то, свою аргументацию высказал. Естественно, наша фракция голосовала против этого постановления законодательного собрания по данному законопроекту, который внес представитель правительства Российской Федерации. И было выступление моего коллеги Анатолия Михайловича Чурина. Я считаю, что у него было достаточно аргументировано, достаточно, так сказать, грамотно и достаточно четко, взвешенно, так сказать, согласовано с нашей партией, в общем-то, выступление. И было принято решение голосовать против. Я правильно понимаю, что передать полномочия по своему голосованию вы не могли никому? Безусловно, я это не мог. То есть это сейчас запрещено голосовать друг за друга? Это запрещено. Поэтому вот это стечение обстоятельств мне не позволило быть на заседании законодательного собрания в прошлый четверг. В общем, ваш голос не учли. Безусловно. Да, но удивительно. Ну, почему не учли? Учли. Учли. Да, учли. Почему? Я еще раз подчеркиваю, была встреча руководителя фракции, и, в принципе, было мной высказано все то, что, конечно, это было не публично сделано. То есть это не было заседание комитета по соцвопросам, на котором, кстати говоря, тоже не сошлись в едином мнении, и члены «Единой России» тоже достаточно осторожно говорили о возможной поддержке законопроекта, а на следующий день, в общем-то, все дружно проголосовали «за». Вы с чем такое связываете? Дело в том, что на комитете, по моим данным, комитет принял отрицательное, так сказать, решение по данной повестке дня в отношении постановления, которое, так сказать, законодательное собрание, должно и обязано по существующим законодательствам, по Конституции Российской Федерации, в общем-то, согласовывать такие важные законопроекты. Не то что согласовывать, высказывать свое мнение. То есть, когда Дума принимает закон, она должна знать мнение СМЕС, в первую очередь, так сказать, законодателей регионов. Ну вот они теперь знают, что законодатели Кировской области «за». Безусловно. А то, что произошло на пленарном заседании, естественно, было время для того, чтобы обработать депутатов от «Единой России». Простите, а что вы имеете в виду обработать? Ну, то, что сменить свое мнение и уже на пленарном заседании голосовать, нажимать кнопки, я их называю кнопкодавами, не более того, потому что от них никто не выступал, и мотивацию, так сказать, своего решения никто нигде не озвучивал. Нет, ну почему озвучивали? Сейчас мы обратимся к этому. Ну, если они озвучивали, но почему тогда так проголосовали? На каком основании? Они сегодня ведь и есть очень печальная, так сказать, страница этого заседания. Сергей Павлович, подождите, может быть, мы просто не все знаем. Может быть, в недрах «Единой России» какие-то есть документы, которые действительно подтверждают, что если сейчас не принять решение о повышении пенсионного возраста, то будет совсем плохо. Нет, таких документов нет, насколько я, так сказать, осведомлен и знаю. Таких документов нет, что будет там плохо и так далее. Это сегодня идет определенно, с моей точки зрения, экономия тех средств государственных, которые, в общем-то, идут на неработающее население в виде, так сказать, пенсий. Поэтому тут нет никакой аргументации, и, с моей точки зрения, я эту аргументацию неприемлемую. Я всегда, так сказать, дезавуирую в том плане, что это ни одна страна так не относится к своим жителям, которая, так сказать, не может создать условия для нормальной жизни, не может дать, так сказать, позаботиться о старике и ребенке, то это не государство, это, по сути дела, это зона. Так нет, но решение это принимается как раз, по крайней мере, объясняется принятие этого решения тем, что нужно заботиться о пожилых гражданах, потому что дефицит пенсионного фонда, и если мы сейчас не принимаем решение вот такое вот резкое в отношении того, что плательщиков отчислений в пенсионный фонд становится больше, то пенсионеры наши остаются без пенсий. Да они в гробу эту пенсию после повышения пенсионного возраста только увидят, понимаете? Почему? Потому что у нас продолжительность, давайте возьмем статистику, начнем с нее, так мы долго можем с вами обсуждать, не конкретно, а просто, так сказать, доказуемую и аргументированную вроде, но цифры, вещь упрямая, если у нас продолжительность жизни сегодня на территории взять Кировскую область, то средний возраст 59 лет, это мужчины. Ну, подождите, там официальная статистика, нам другие цифры называют. Это официальная статистика, которую я взял, по сути дела, так сказать, сегодня в законодательном тоже собрании. Это раздавали вот такой цветной альбом. А, Сергей Павлиныч нам тут показывает презентацию какую-то. Поэтому тут все сказано, и в то же время они планируют, что у нас продолжительность жизни будет, так сказать, порядка 72,5 лет к 2034 году. А, ну это к моменту, когда полностью будет работать законопроект. Поэтому тут тот прогноз, и тем не менее, смотрите, пенсионный возраст предлагается увеличить у женщин аж на 8 лет, а у мужчин на 5 лет. Ну, если взять даже, как ориентируют у нас сегодня наши правители, правительство Российской Федерации, в первую очередь, о том, что у нас, как говорится, продолжительность жизни будет высокой, но, к сожалению, ее нет. Если даже взять пенсионный возраст в той же Великобритании, то у мужчин и женщин 65 лет. Но там совершенно, так сказать, другие условия, совершенно другая социальная, так сказать, база. Если взять Венгрию, то там 62 года. Если Испанию взять, это развитые страны, я называю, то там в Испании 65 лет. И самый высокий, так сказать, возраст 68 лет, это у мужчин и женщин, это Нидерланды. Но там страна небольшая, и, как говорится, есть все основания. В общем-то, они, по сути дела, большой безработицы там нет. Хорошо. Сергей Павлович, давайте мы от других стран отвлечемся, все-таки перейдем к нашей. Сделаем это после небольшой полуминутной паузы. Продолжаем выслушивать особое мнение Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании области. Возвращаемся еще раз к теме пенсионной реформы. Вопрос такой, скажите, вот то, что наши депутаты одобрили законопроект, ну вот в том жестком сценарии, который есть, 65-63 для женщин. Это окончательное решение или депутаты Законодательных собраний регионов еще будут какое-то участие принимать в обсуждении вот этого будущего законопроекта? Понимаете, механизм сегодня есть. Это наш основной с вами закон, Анна, это Конституция Российской Федерации. Да, там прописаны возрастные рамки выхода на пенсию. Потому что основным источником власти на территории Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет власть, минуточку, через исполнительные законодательные органы власти. Вот мы сегодня приняли решение, то есть наша партия, компартия Российской Федерации, региональное отделение Кировское приняли решение, что мы, как говорится, будем сегодня, ведем сбор подписей очень активно, будем, так сказать, настаивать на референдуме данные вопросы. Где вы подписи собираете? В Кировской области или по всей России? В Кировской области. И по всей России. По всей России, так. Сейчас уже включились, начала эта сама партия, включила свой механизм и идет активно очень, так сказать, граждане, собирает подписи, сами приходят. Вы людей как-то обходите по подъезду или где-то вот в концентрированном месте люди приходят? И по подъездам обходим, и в концентрированных местах собираем подписи, сами люди приходят и собирают по 500 уже, некоторые по 2-3 тысячи приносят, так сказать. Что дальше будет с этими подписями? Куда вы их повезете? Это сегодня есть закон, механизм, в общем-то, референдума, он предполагает эти вещи. И с учетом того, что, я уже сказал, третья статья Конституции нам дает право это обосновать. И тем не менее, у нас будет всероссийская акция протеста 28-го, объявлена нашей партией июля. Мы в городе Кирове проводим 26-го июля всероссийскую акцию протеста. А их две будет? Нет. В Кирове 26-го? В Кирове 26-го, в районах Кировской области, как говорится, 26-го, 28-го. А вот в эти сроки будут проходить, в общем-то, митинги. То, что мы уже пикет провели по данному, так сказать, вопросу, и пикет собрал огромное количество людей. Ну, не так много там было, на самом деле. Чуть более 100 человек, насколько я помню. Вот огромное количество людей. Не знаю, коллеги сообщают. Если сегодня штрафовать меня можно за это дело, ну, не меня, а партию, в том плане, что там 70 человек у нас. Пикет, это подразумевает небольшое, так сказать, скопление людей. Но я не могу вам сегодня цифру назвать, но там было точно не 100, а более. Потому что законодательство, оно предписывает определенные вопросы. И мы, как говорится, сегодня уложились в те рамки закона, который, в общем-то, предписан по пикету и по митингам, шествиям и демонстрациям. Ну, 26 числа, это будет уже митинг. Там количество участников может быть больше. Нет, там, безусловно, там выйдут люди. Если взять сегодня интернет, смотрите, Анна, у нас уже более, как говорится, 30 тысяч поставило подписей, так сказать, под наше обращение. Сергей Павлинович, где будет проходить мероприятие? Этот митинг мы планируем на театральной площади, так как это... А разрешат на театральной площади? Ну, если не разрешат, то, так сказать, будем проводить в том месте, где разрешат. Естественно, я полагаю, что это самое, основываясь на третьей статье, там сложно будет доказать, что не разрешить данное, так сказать, мероприятие собственному народу провести мирным путем и, как говорится, выразить свое мнение на той площади, которая сегодня отведена для мероприятий, как говорится, публичного масштаба. У меня к вам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот для меня, например, эта история с повышением пенсионного возраста очень показательно вот в каком смысле. Я вижу, что мнение против. Высказали депутаты от ЛДПР не только в заседании на законодательном собрании, но и в публичных других местах они об этом заявляют. Справедливая Россия против. Еще несколько партий, в том числе непарламентских каких-то движений и прочее. Все против. Почему каждый проводит отдельные митинги? Я не могу за них, так сказать, сегодня решить. Вы как-то пробовали объединиться вместе? Нет, ну почему мы всех приглашаем. К нам ведь пришли не только это самое. Если вас соберется много. Даже мы профсоюзы приглашали. Профсоюзы в день, в четверг собрали пикет. Они сами были, да. Здесь у дедов порядка там ста человек, а у них было заявлено тоже поменьше. Но в основном там приехали, пришли учителя и так далее. Поэтому я на этом пикете не был, к сожалению, я был в Москве. Да, вы были в отъезде. Я уже говорил об этом. Поэтому я всех призываю сегодня, все политические партии объединиться. Тем не менее, мы единственная сегодня партия, если уж взять последние выборы, это выборы президента, где участвовала и, по сути дела, показала определенный результат и утвердила себя как ведущей политической партии не только на территории Кировской области, а в целом в стране. Так, это вы через эфир наш сейчас призываете противников пенсионной реформы присоединиться к вашему мероприятию, которое будет 26-го в Кирове и 26-го, 28-го в районах области. Скажите, пожалуйста, ваши коллеги по КПРФ на мероприятия других партий, движений ходят или нет? Вот сегодня в 19 часов в сквере у памятника Степана Халтурина в Гайдпарке, да, тоже будет мероприятие, проводит Открытая Россия. Вы пойдете туда? Открытая Россия сегодня, я лично нет. А ваши сторонники по КПРФ? Мы не запрещаем, так сказать, никому, и нашим сторонникам в том числе. Почему? Потому что это активная жизненная и гражданская позиция, ее, так сказать, каждый волен сегодня выразить в любом формате. В разрешенном для этого месте. Да, да, и разрешенном для этого месте. Совершенно вы правы. Хорошо. Последний вопрос. Будет чтение первое, я так понимаю, в Государственной Думе, это где-то в сентябре, вероятно. Ко второму чтению, как я понимаю, как объясняют нам депутаты Единой России, законопроект будет опять направлен в региональный парламент и уже для внесения каких-то конкретных поправок, изменений и прочего. Если все-таки вы понимаете, что законопроект проходит, пока непонятно в каком формате, там 65-63 или помягче, какие поправки КПРФ будет вносить? Чего будет требовать? Мы, естественно, будем требовать оставить, так сказать, тот возраст, который, в общем-то, уже многие годы определен для пенсионного возраста. В общем-то, на компромисс КПРФ не пойдет. А какой компромисс по повышению, по сути дела, пенсионного возраста, это для, с моей точки зрения, и с точки зрения, так сказать, возглавляемой мной партии, это геноцид, собственно, народа. И не более того. Вы посмотрите сейчас, как, так сказать, как молодежь будет, где рабочие места. Сейчас надо будет работать еще, так сказать, на 8, на 5 лет продолжать. А рабочих мест нет, отток населения огромный, в том числе и из Кировской области. Поэтому я считаю, что данный закон, он не имеет почвы под собой, так сказать, и аргументации той для того, чтобы его принимать, и для того, чтобы какие-то поправки, так сказать, носить, для того, чтобы ухудшать жизнь населения, мы этого делать не будем. Вы не готовы, Сергей Павленович, вот я понимаю, там, и уважаю принципиальную позицию, но, тем не менее, мы понимаем прекрасно, да, расклад голосов в Государственной Думе. Если Единая Россия захочет принять законопроект, она ее примет. Просто вот, ну, банально, голосов депутатов Единой России будет больше. Они примут этот закон. А КПРФ может внести какие-то значимые поправки. Вот вы принципиально говорите, нет, мы будем голосовать против. Нет, мы будем голосовать против. Ну и не добьетесь ничего. Мы не добьемся, народ добьется. Понимаете, осложнит сегодня социально, уже осложняется социально-политическая обстановка, поэтому новый цикл политический, так сказать, начался после выборов президента. Мы же никто не хотим уличных акций и каких-то беспорядков. А мы не призываем, безусловно. Но и когда сегодня сидит правительство либералов, и когда еще я... Напомню слова президента Владимира Владимировича Путина, который... Опять либералы виноваты. Да что ж такое-то, а? Гаранта конституции. Он в 2005 году, 27 сентября, дословно, то есть, вернее, цитирую, он сказал, пока я президент, никакого, так сказать, пенсионной реформы не будет. Он, может, не знал, что он засидится так долго в президентах? Ну, это уже другой вопрос. Но ведь, смотрите, социальный вопрос, как только прошли выборы, я вам сразу скажу, повышение НДС еще они делают, повышение НДФС, повышение, так сказать, Платона, повышение акцизов. Да мы все понимаем, что у нас до выборов молчат, а потом все сразу идет вверх. Это понятно. Ну, те, кто голосовал 18 марта, они должны спросить тогда. А если они не хотят, значит, и живите так, так сказать. А ведь это нищенская ситуация сегодня. У нас пенсия уравнялась. Сергей Павлевич, да, мы тяжело живем. Вот это, как бы, понятно все, да, и грустно очень. Но не будете пользоваться возможностью внести какие-то поправки. Даже понимая, что законопроект породнавят, все равно не будете. Мы, естественно, будем вносить те поправки, которые сегодня... Какие? Вот тот возраст, который сегодня принят, мы будем вносить эти поправки. То есть вы будете настаивать все-таки на сохранении? Безусловно. Не только на сохранении, но мы законодательно это внесем. Какие-то меры, которые позволят смягчить возможные увеличения пенсионного возраста, продумываются в КПРФ? Естественно, продумываются. Вот уже у нас всероссийская акция протеста. Далее мы сегодня организуем, согласно нашего закона о митингах, шестиях и референдумах, референдум на территории Российской Федерации. Сейчас там механизм длинный, который, надо так сказать, у нас в наше время с вами не позволит это сделать. Я поняла. То есть вы пока всеми возможными способами будете все-таки стараться сохранить выход на пенсию в те сроки, которые есть. Ладно, давайте мы с пенсионной реформой пока все-таки притормозим, потому что времени мало, а темы еще есть. Но ведь это законодатели, это господин Быков это делал, испугавшись то, что его могут, так сказать, убрать из кресла главного единоросса Кировской области. Ладно, на пенсиях пока паузу ставим. Еще одна тема важная, как мне кажется, и которая имеет отношение законодательное собрание, начинается формирование нового созыва общественной палаты, нового состава общественной палаты Кировской области. Делегатов в общественную палату выдвигает в том числе законодательное собрание. Внутри фракции КПРФ обсуждался вопрос о том, кого вы делегируете в общественную палату? Там от общественных организаций объединений выдвижения идет в общественную палату. Но это тот институт, так сказать, либеральный, который сегодня придуман для выпуска пары. В принципе, общественная палата еще не повлияла ни на один общественный, я бы так сказал, значимый вопрос, который проходил через то же законодательное собрание, вот та же пенсионная реформа и так далее. Поэтому, естественно, мы будем делегировать. Кого? Вы имена сейчас можете назвать? То есть вы как-то ведь, наверное, обсуждали, потому что до 10 июля принимаются документы. Мы не можем их озвучить по одной простой причине. То, что еще люди думают, понимаете, хотя мы предлагали уже от двух общественных организаций, это от юридически, так сказать, зарегистрированных на территории Кировской области, это Дети войны и, в общем-то, наш Ленинский комсомол. Сколько кандидатов от вас пока? Пока от двух общественных, так сказать, организаций. Два человека. Два человека. Мы можем и более выставить людей молодого возраста. Хорошо. Несмотря на весь ваш скепсис в отношении общественной палаты и того, что она ничего не решает, все-таки скажите, пожалуйста, как вам кажется, люди в общественную палату должны идти молодые или в возрасте опытные? А знаете, там должен быть не это самое, так сказать, баланс, мудрость и определенный жизненный опыт, и в то же время, так сказать, вот тот напор и та молодость, которая, в общем-то, сегодня вот это бы сбалансировать, естественно, дискуссия была бы достаточно интересна, и люди, которые там дискутируют, они бы получали определенный опыт для дальнейшего, так сказать, своего становления и развития не только политического кругозора, но и в целом, как говорится, как по той или иной специальности специалиста. Поэтому там обсуждаться должны, обсуждается, в принципе, но это, понимаете, я еще раз говорю, это не рекомендательный характер, который носит общественная палата, она не дает сегодня основания законодателям принимать то или иное решение. Не выстраиваются у вас взаимоотношения. Понимаете, это надстройка, которую сделали в нашей стране, и которая, по сути дела, еще раз говорю, выпускается пар на этих дискуссионных, так сказать, площадках, но все дискуссионные площадки надо использовать. Это мое принципиальное решение использовать для того, чтобы, так сказать, донести свою точку зрения нашей партии, точку зрения тех людей, которые, в общем-то, сегодня в нашей партии состоят. Любая дискуссионная площадка, еще раз хочу подчеркнуть, любая дискуссионная площадка, мы ее, так сказать, не игнорируем и не будем игнорировать. Вот сейчас мы про дискуссионную площадку и итоги ее работы поговорим. Сергей Мамаев в нашей студии, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании, первый секретарь Кировского обкома КПРФ. Небольшая реклама и вернемся. Продолжаем особое мнение с Сергеем Мамаевым, нашим гостем, руководителем фракции КПРФ в законодательном собрании области. Ну вот, собственно, дискуссионные площадки. Две дискуссионные площадки, которые, как мне кажется, вы можете оценить их эффективность и прочее. Первое. Обсуждение в общественной палате так называемой мусорной реформы. Еще одна реформа, которая нас ждет по всей России, ну вот, в частности, в Кировской области. Собственно говоря, для обычных людей это чревато тем, что вырастут тарифы на вывоз мусора. Область таким образом должна каким-то, не знаю, способом решить вот проблему там недостатка полигонов мусорных, заваленных каких-то вот контейнерных площадок, огромного количества свалок. То есть обещают нам построить мусоросортировочные станции, мусороперегрузочные станции. Вот. Но за все это мы будем платить примерно по 150 рублей в месяц каждый человек. Каждый человек. Начиная со следующего года. Совершенно верно. Вот. Такая вот история. Да. История очень некрасивая. И история, опять-таки, вот мы сейчас с вами обсуждали одну социальную проблему, вторая социальная проблема подготовила нам то же самое правительство Медведева именно по мусорным делам, как говорят сегодня в народе. И я посмотрел, как говорится, тот закон и, в общем-то, те нормативно-правые документы, которые приняты Министерством экологии в лице Албегова, их, конечно, надо сегодня, так сказать, дорабатывать. Их не только дорабатывать, некоторые надо перерабатывать. Сырые документы. Да, предлагать это. Во-первых. Во-вторых, сегодня вот эти вот не говорится в данном документе, в тех документах, которые, в общем-то, есть, и в средствах массовой информации не задается такой вопрос и остро не стоит. А почему же мусороперерабатывающие заводы, так сказать, не определены в этом спектре, той, как они говорят, дорожной картой называют. Вот. Поэтому этот вопрос, он также социальное напряжение несет уже и понес. вопрос в большинстве районов территории Кировской области. Но люди пока еще не поняли. Люди пока еще не поняли. Они поймут тогда, когда им придут, вы правильно сказали, платежки за мусор. Придут в ту же самую деревню, где, по сути дела, бабушка этот мусор сжигает. Она сама утилизирует, она будет платить сегодня, вы правильно назвали цифру, вот эти вот 150 рублей в месяц, за что она будет платить. Но может поменьше будет немножко. Ну, может поменьше, может побольше. Как говорится, это будет законодатель устанавливать еще дополнительно на территории, исходя из той экономической целесообразности, которая, так сказать, сегодня будет просчитана в этом нормативном документе. Поэтому тут много очень вопросов возникает. Тем не менее, у нас сегодня те свалки, и те свалки их в народе называют, они забитые. И никто с ними не работает, с учетом того, что накопление отходов того же пластика, например, оно очень масштабное. И от пластика тысячелетия не дает. Выход какой, Сергей Павлович? Выход? Собирать, перерабатывать? Собирать, перерабатывать, безусловно. А кто строить должен? Вот эти вот предприятия по переработке, сортировке и так далее. Государство или инвестор? Как вы считаете? И надо привлекать инвесторов. И, естественно, так сказать, разработать, коли вы будете с людей сегодня брать за мусор, так вы разработаете государственную программу по улитизации этого мусора. И для того, чтобы эти деньги, так сказать, которые будут собираться с населением, государство вкладывало именно в заводы. Если это будет, то это будет, понятно, так сказать, сегодня для людей направление. И то до конца не просчитано, еще раз подчеркиваю, это государство должно обеспечивать сегодня своих граждан, которые работают на это государство. В общем-то, а любой вопрос социального плана общегосударственного, он становится, по сути дела, камнем предконечения для любого гражданина Российской Федерации. То есть начинает его ставить на соответствующие, так сказать, дивиденды и деньги. Поэтому тут надо определить, должна быть определена государственная политика в этом направлении. Хотя закон принят с будущего года, как говорится, на территории Российской Федерации в каждом регионе будут свои установлены тарифы на сбор мусора. Но я еще раз подчеркиваю, это ничего не даст. 150 рублей, ну, в среднем, так, для Кировской области, на ваш взгляд, много или мало? Это много. Так, а ваша цифра? А моя цифра 10 рублей. Ну, 10 рублей в месяц, это мало. 10-20, почему мало? Не хватит, наверное, этих денег. Ну, нет, вы, когда приходит, так сказать, машина, забирает этот мусор, если идет переработка, тем не менее, еще идет дополнительная плата за то, что этот мусор, так сказать, люди отдали бесплатно, а те перерабатывают, и определенные получают, так сказать, деньги. 10-20 рублей в месяц? Конечно. Да, тогда будет понятно, особенно для жителей сельской местности. Хорошо. Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании в нашей студии, со своим особым мнением мы продолжаем. Еще одни общественные обсуждения, в которых также КПРФ участвовала, высказывалась, это обсуждение о перспективе появления в Кировской области памятника Николаю II и его семье. Я вот сразу просто предлагаю отстраниться от личности Николая II, да, КПРФ, которая высказывалась против появления памятника на набережной Грина, удовлетворена результатом общественных слушаний тем, что памятник появится на территории Тарифного. Я сегодня хочу публично это сказать, прямой эфир и поблагодарить заместителя губернатора Андрея Геннадьевича Плитко за такое принятое решение, за главу администрации города Кирова Шульгина Илья Вячеславовича, ну и губернатора в том плане, что вот такое решение, которое сегодня состояло с городской думой, мы его поддерживаем. Пусть устанавливают, так сказать, памятник именно в Трифоновом монастыре, на их, так сказать, территории, а ведь инициатором-то является сегодня, как говорится, наша епархия, поэтому историю пусть посмотрят, как его деканализировали, как, так сказать, он попа расстрелял женщин во главе с попом Гапоном и так далее. Сергей Павлович, это сложная история, потому что, например, КПРФ в прошлом году выступала за установку памятника Дзержинскому, я помню. Дзержинскому, да. Конечно, но Дзержинске тоже неоднозначная фигура. Нет, я очень благодарю сегодня, так сказать, принято решение и активную жизненную, так сказать, гражданскую позицию сегодня генерал-майор нашего ФСБ Сергея Геннадьевича Мочилова. Понятно. Вот, поэтому эту историю надо ее изучать, а не обличать. То, что сегодня говорят, и вы не хотите, так сказать, согласиться, вы ее прочитайте, посмотрите, как церковники тогда, так сказать, открещивались от этого Николая, с учетом того, что, так сказать, произошло в те годы. И у него, он носил название, а это пошло от церкви, Николай Кровавый. Вот, поэтому сегодня вот все, что все эти нелепицы, которые, так сказать, исторически их поднимают, где-то надо народу отвлечь от тех вот социальных вопросов, которые очень остро стоят сегодня на поверхности, то именно церковь предлагает вот такие, так сказать, вещи. То улицы переименовать нашего города, видите ли они... Ой, нет, подождите, если мы сейчас об этом начнем, мы не закончим никогда. Но я еще раз хочу подчеркнуть, я редко, когда не критикую правительство Кировской области, но вот здесь они проявили, так сказать, волю про это самое и достаточно умное и талантливое решение. Пусть как угодно сегодня и кто угодно, так сказать, мои оппоненты, в общем-то, говорят о том, что вот вроде бы я их похвалил, но если есть за что хвалить, то я всегда буду хвалить. А если есть за что ругать с точки зрения партии и, так сказать, тех посылов от населения Кировской области, естественно, я, так сказать, это делаю и буду делать всегда. А когда критикую, я всегда предлагаю. Есть вопрос от Ольги Николаевны на нашем сайте, почему из всех депутатов нашей Думы только вы ведете свою страницу ВКонтакте, почему народные избранники из остальных фракций молчат? Вы пытались их сагитировать, тоже подключиться к социальным сетям? Нет, конечно, я пытался это сделать, и, как говорится, сегодня, и каждый это может сделать, каждый, кто пожелает это сделать, но я не хочу никого обидеть, своих коллег из всех политических, так сказать, партий, которые представлены сегодня у нас там четыре партии, но нам приходится больше, так сказать, выступать, нам приходится больше предлагать, но, к сожалению, нас всего лишь четыре человека, и мы это отвергаем. Чтобы донести свою точку зрения, именно, так сказать, это направление сегодня очень неплохое и очень дает много, так сказать, друзей записываться, с которыми интересно переписываться, с которыми, так сказать, интересно общаться и так далее. Поэтому это, с моей точки зрения, это не мешает, это, наоборот, раскрывает каждого человека, который, в общем-то, старается что-то сделать на территории нашего региона. В общем, социальные сети в массы. Еще две темы, которые связаны со словом «Победа». Первая – авиакомпания «Победа», возвращение, которое анонсировали, и теперь уже еще раз прямо подтверждается, что осенью «Победа» должна зайти в Киров. Я так понимаю, что на каких-то особых условиях, ну, мы помним, да, «Победа», когда летала из Кирова в Москву и Петербург, пользовалась определенными скидками на обслуживание, причем там они были немаленькие. На уровне законодательного собрания, я так понимаю, что решение о преференциях должно приниматься, потому что это в любом случае бюджет Кировской области. Безусловно, я думаю, что сегодня... Обсуждали с вами конкретику? Нет, конкретики пока еще такой не обсуждалось, но предположительно, так сказать, сегодня есть информация о том, что губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев ведет переговоры по возвращению победы, так сказать, на территорию Кировской области. Я считаю, что это правильное решение, если ему удастся, так сказать, определить и договориться по возвращению именно этой компании на территорию Кировской области, то это будет очень позитивно для жителей Кировской области. Но конкретных каких-то цифр не называлось пока внутри законодательного собрания? Или каких-то преференций, которые, так сказать, будет просить сегодня эта компания? Конкретики нет. Еще одна история. Парк Победы. В пятницу вышла новость о том, что по ситуации с продажей Парка Победы, давняя совершенно история, да, продажу участка Парка Победы за совершенно смешные какие-то там несчастные несколько сотен тысяч, при том, что стоимость этого участка миллионы и миллионы, да, ведется якобы расследование и якобы уже определены будущие фигуранты уголовного дела. Обещали озвучить имена конкретные в понедельник, но пока никто не называется, и я так понимаю, что вы в курсе? Нет, но я в курсе, но я не могу сегодня, так сказать, то же самое озвучить по одной простой причине. Есть на то у нас замечательный, так сказать, руководитель, генерал Следственного комитета Ахмедшин Айрат Саветович, он, естественно, подойдет время и озвучит, этим вопросом занимается. И занимается не только он, с учетом того, что вы правильно сказали, чтобы наши радиослушатели правильно поняли, данный вопрос, он был давно озвучен в средствах массовой информации, а закон сегодня не просто позволяет, он даже обязывает следственные органы обратить на те или иные, так сказать, факты внимания. И, насколько мне известно, да, данный вопрос сегодня, так сказать, в плоскости работы следственных органов имеет место быть. Круг людей причастных там, опрошенных, и прочее. А круг людей я не могу сегодня. Ну, хотя бы сколько этих людей? Ну, сколько там. Высокопоставленные чиновники городской администрации, так сказать. Нынешней городской администрации? Нет, естественно, они не принимали решения. Естественно, так сказать, прошлого состава, и это моя точка зрения, подчеркиваю, как говорится, и они, в принципе, принимали такие решения, и такую схему, так сказать, увода данного, я бы так сказал, земельного участка, в общем-то, за гроши принимали. Поэтому с них будет спрос, и я больше, чем уверен, я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня следственный комитет, он, как говорится, у него работы достаточно много, не только в этом направлении, они работают, надо им отдать должное. Сергей Павлович, а перспективы какие? Я так понимаю, что этот участок, который, ну, в свое было время выкуплен, уже перепродан, причем перепродан за такие реальные совершенно деньги, человек, который его купил, ну, мы можем сказать, да, вот, компания Кирспецмонтаж, насколько я помню, да? Я не следователь, не юрист, но как сегодня депутат. Они же добросовестные приобретатели. Я понял. Я не следователь, не юрист и не адвокат. Я простой депутат. Понимаете, моя точка зрения как гражданина и как, так сказать, человека с определенным стажем работы депутатом, я вижу, так сказать, со своей точки, что там коррупционная схема сегодня очень четко выражена, но ведь надо это доказать. Участок, если вдруг будет доказано, я понимаю, что это все сейчас в будущем времени и непонятно, случится или нет, тем не менее, ту часть участка, которая была реализована, ее надо возвращать в состав Парка Победы и присоединять каким-то образом? Или надо оставить тому, кто купил уже в честной, скажем так, сделке? Честной. Так. Честный, пусть ему возвращает эти деньги, или он знал, что это самое, что на что он идет, и покупает. Что это спорная земля. Безусловно, эта земля спорная, это сегодня, как говорится, вопрос, носящий характер именно вот с моей точки зрения коррупционной составляющей. Закрепить за ним статус участка Парка Победы и оставить так навсегда. Безусловно. Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, был у нас в особом мнении. Сергей Павлинович, спасибо. Слушателям, до свидания. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok